Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесибаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня пятница, 27 марта, конец очередной рабочей недели. Волатильность на валютном рынке высокая, это дает большие возможности для трейдинга. К тому же эта неделя оказалась ключевой почти для всех валютных пар, поскольку в них произошли большие изменения. В частности, похоже разворот состоялся в евро-долларе, который продолжает расти и еще имеет потенциал для роста после коррекции. Снижается доллар-канадец, о чем мы говорили в нашем прошлом обзоре, а также растет австралиец против доллара США и после коррекции вероятнее всего также продолжит расти. Поэтому даже на сегодня этими возможностями можно воспользоваться. Итак, поехали. Евро продолжает восходящее движение, обозначенное ранее, и уже достигла первую отмеченную цель в районе отметки 1.1053. На этом уровне пара, похоже, встретила краткосрочное сопротивление, которое может привести к развитию коррекции вниз. В целом потенциал коррекции довольно ограничен. Это видно по спроецированной восходящей трендовой линии, которая проведена по повышающимся минимумам от точки разворота. Ожидая, что данный динамический уровень будет протестирован, прежде чем пара сможет продолжить свое восходящее движение, зона коррекции лежит между уровнем поддержки на 1.0927 и разворотным уровнем 1.0830, которая к тому же пересечена трендовой линией, куда цене допустимо зайти, не нарушив при этом обозначенный сценарий. Отбой из этой зоны направит пару выше в район отметки 1.1230 с вероятным проходом до 1.1368. Ну и вот канадский доллар продолжил ожидаемо укрепляться против доллара США в соответствии с прошлым обзором и сейчас все еще имеет потенциал для продолжения. Пара нашла поддержку недалеко от уровня 1.3961 и может краткосрочно скорректироваться вверх для тестирования уровня сопротивления, которая расположена на 1.4161. Потенциал для коррекции в целом ограничен в зоне между уровнем поддержки на 1.4161 и разворотным уровнем 1.4378, куда цена может допустимо зайти, однако подтверждением разворота для продолжения нисходящего движения станет повторный возврат ниже обозначенной поддержки. В этом случае целевой зоной для хода цены выступают уровни 1.3793 и 1.3664. В свою очередь сигнал на отмену сценария поставит при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.4378. Ну и наконец австралийский доллар продолжает свой рост, как и отмечалось в прошлом обзоре, и на данный момент уже достиг первую обозначенную цель в районе отметки 0.6084. Потенциал для продолжения все еще сохраняется, но на мой взгляд требуются коррекции для набора объема. К тому же характер всего роста приобрел форму фигуры клина, который является либо предвестником коррекции, либо разворотом. Обозначенный уровень 0.6084 сейчас выступает как косрочным сопротивлением для пары, в который очевидно цена не может сразу пойти, что и может привести к развитию нисходящего движения. Однако пока предварительно будем ожидать именно коррекции с продолжением роста. Подтверждением данного сценария станет тестирование зоны между уровнем поддержки на 0.5964 и разворотным уровнем на 0.5704. Отбой из этой зоны направит цену к локальным максимумам в районе 0.6239 с прохождением до 0.6232. В свою очередь снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 0.5704 даст сигнал на отмену данного сценария и подтвердит намерение цены на разворот. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной профитной недели. Всем пока.